всем привет сегодня мы будем ремонтировать пылесос samsung 1500 ватт вц 6015 в поступил этот пылесос дефектом что он включается но неприятный запах при работе сейчас проверим интересно ну что могу сказать значит кнопка плохо срабатывает раз переключатель мощности не работает 2 запах неприятный есть но возможно двигатель тут ни причем возможно просто его достаточно почистить в любом случае сейчас буду разбирать и смотреть и детально все показывать как будем разбирать для начала нам нужно его выключить из сети вилка тут на нем уже менее об выключить потом мы значит убираем все мешки фильтры еще чуть-чуть грязные у нас как обычно классика жанра так тут у нас что вот у нас такой фильтр и убираем все теперь значит можно разбирать вот я уже вижу вот тут два винта тут я винтов никаких сзади не вижу тут я вижу раз винтик два винтик еще один фильтр да такое впечатление будто бы исключительно крупную грязь пылесосили так эту штуку можно снять она нам сейчас не нужна для мешка мешок кстати не родной кожи универсальный универсальный подгоняли так тут у нас стоит уплотнитель он не снимается или даже если снимается то под ним точно ничего нету так можно еще снять вот эту крышку вот эту и дальше разбираться с ним то есть у нас винты раз два 3 4 возможно под кнопками что то есть сейчас будем дальше смотреть разбираться значит так крышечка это очень легко снимается достаточно плоской отверткой какой-нибудь ковырялкой вот так и она у нас снимается точно так же вот эти два винта которые тут стоят вот они у нас очень легко открутились обычной крестовой отверткой соответственно откручиваем еще вот этот винт все тут идут под крестовую отвертку ничего придумывать нам не надо изобретать велосипед искать звездочки у кого нет звездочек не нужно пылесос конечно очень грязный могли бы перед тем как сдать его в ремонт хотя бы его не знаю тряпкой протереть что ну да ладно это тоже часть дохода чистка пылесоса так эти два и открутил сейчас буду их доставать значит эту кнопку просто я ее потянул на себя она у меня вылезла сразу я вижу что кнопка включения пылесоса 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 она просто не работает мы нажимаем она зажимает контакты отпускаем она их сразу ослаблять так а вот эту кнопочку надо наверное будет как-то достать по-другому буду чем-то ковырять так вот эта кнопка тоже снялась без проблем ее нужно было вот тут вот поддеть в этих местах вот тут у них зажим и все ну тут мы опять же видим пыль значит обнаружил я еще один саморез винт раз и значит тут есть и есть тут я думаю если я их три откручу вот раз два три значит у меня эта штука все снимется можно будет посмотреть в каком состоянии двигатель и и разобраться с регулятором мощности ну и с кнопкой соответственно вон посмотрите как оно тут все просто как в фильмах про индиана джонса вся затянута паутинами пылью регулятор еле работает его наверное чистить внутри надо он там походу забился весь пылью сейчас буду разбирать и чистить ну и соответственно вот винтики раз два чтобы снять эту крышку и можно было посмотреть что там за движком мне почему-то кажется что с движком все в порядке еще на одном винте крепится плата самоуправлением пылесоса в общем сейчас мы это все дело почистим и дальше тогда будем смотреть ну для того чтобы почистить пылесос я вот использую обычную такую кисточку который красит что-то обычную такую кисточку на очень хорошо стирать пыль вот и очень классно 3 отрекается сама потом ее можно просто почистить быстренько на свежем воздухе и она опять функционирует вот у нас все приходит в норм на крайняк если уже пылесос слишком слишком загаженный бывают такие же туда вообще просто не хочется его в руки брать ну для такого нужно чистить пылесос другим пылесосом а пока кисточкой обходимся итак плату я чистил кнопка теперь у нас работает я ее наверное еще открою вот тут она открывается и соответственно фокусировка пропала извините да что ж ты такое то ну а вот вот видно да значит тут у нас вот замок давай ловись из-за релюх не видно короче вот с этой стороны у нас замок вот он и с другой стороны точно такой же замочек можно попробовать открыть еще и там вычистить кнопку и только из-за этого мне кажется она заедала сейчас уже работает соответственно чистил регулятор мощности ну буду надеяться что он работает я сейчас это все дело так накину и попробую просто проверить не собирая что будет так начинаем эксперимент так начинаем эксперимент хорошо включается выключается запах гари я не чувствую сейчас возьму плоскогубцы буду увеличивать мощность дубль два дубль два дубль два а и о и а ну что могу сказать регулятор мощности коряво но работает возможно если собрать это все в кучу одеть колпак на него нормально и руками как бы это все делать то скорее всего будет нормально ладно разбираем дальше смотрим что там с двигателем так крутил я эти 2 винта которые держали прикол в этом пересосе еще в том что тут все винтики они все одинаковые можно не заморачиваться складывать всю в одну коробку и не запоминать где на что так значит крышку мы снимаем что у нас там той пружинки ну пыль понятно что пыль корпус двигателя снять тут все в пыли короче я сейчас наверно возьму другой пылесос и почищу пылесос с помощью другого пылесоса ну короче в общем чистка пылесоса пылесосом особо ничего не дала все равно кисточка рулит к сожалению думал бывает классно бывает конечно пылесоса загаживаются до такой степени что их другим пылесосом очистил и все ну еще как вариант можно использовать компрессор так сравниваем балтики точно такие же опять вот какой хорошенький просто не ремонт а сказка так вот хорошо использовать для чистки пыли всякой грязи классно использовать компрессор но к сожалению тут сейчас на данный момент у меня компрессора нету крышечка открылась очень легко и что я вижу я вижу тут мотор китайского производства вывод этот пылесос уже ремонтировался и вполне возможно что проблемы все-таки есть в моторе это запах гарри кстати щетки смотрю тут даже термоусадка на щетках обуглилась что принципе не должно быть а кстати сейчас еще щеточки гляну может там капец щеточка ну вот кстати вот этот двигатель что в нем интересно щетка тут съемная по крайней мере есть болтики можно открутить и снять щетку но сейчас посмотрю в чем дело так двигатель я вот извлек в принципе очень легко извлекается значит так у нас термосопротивление у нас тут стоит от перегрева если вдруг движок перегреется сработает теплоухо классная система мне нравится так значит чтобы посмотреть что со щетками ну со щетками что то есть сейчас я попробую включить свет немножко показать только бы фокусировка поймалась вот вот значит наш коллектор и щеткодержатель что-то он очень подгоревший и вообще мне не нравится в этом моторе когда крутишь крыльчатку звук такой вот шибутной не знаю слышно не слышно короче такое чувство ну как подшипник подразбился там в середине я не знаю сколько этот двигатель тут стоял ради интереса я сейчас щетку сниму одну и посмотрю честно значит тут у нас получается чтобы идет снять нам нужно отогнуть раз проводок вот два вот эту проволочину надо снять я ну тут это вот отмотка уже пошла ну вот как плохо фокусировка работает на вот он вот вот эту вот штучку надо отгибать и вытягивать эту проволочину и соответственно тут открутить этот болтик тогда можно будет снять щетку сейчас покажу что с этого выйдет вот значит отогнул я эти две два зажима и вытянул проволоку делал я это вот с помощью такого вот инструмента есть у меня такая отверточка тоненькая вот ей я очень люблю ковырять всякие такие вещи сейчас буду вот этот болт откручивать и доставать так вот 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 мне кажется что счет почти нет вот что-то вот мое такое ощущение все от меня вот это вот напрягает они есть даже очень даже ничего хорошие хочу тогда натерлась горела непонятно но видимо двигатель такого качества короче лично как по мне принципе клиент уже был готов на замену двигателя на оригинальный двигатель они согласились я думаю что не буду я эксперимент эти проводить и скорее всего просто закажу нормально двигать на этом как бы все закончится весь ремонт крайней мере пылесос будет как пылесос а не как трактор вот и вот если посмотреть вот сами ламели вот по которым щетки трутся но в очень плохом состоянии какие-то бороздки все может попробую почистить соберу получится не получится не знаю так скорее всего мне кажется 90 процентов из 100 что надо просто новый двигатель заказывать и не морочить себе голову вот такое вот видео у нас получилось это уже значит другая история будет чё там дальше будет вот принципе собирать то тут обратно все она собирается в обратном порядке точно так же как разбиралась и проблем тут никаких не будет со сборкой в общем всем спасибо за просмотр кому было полезно ставьте лайки пишите коменты задавайте какие-то там вопросы а далее еще вот кнопочку эту почище открою кому нравится смотреть мои видео значит подписывайтесь на канал всем спасибо до новых встреч и постскриптум маленькое такое сообщение ковырял я его дальше этот мотор и значит обнаружил вот клемма получается на которую одевалась проводка на двигателе она вся такая окисленная сама клемма она просто отвалилась та которая была вот в термоусадке обуглившийся вот собственно она соответственно я пришел к выводу что просто двигатель греется и он просто перегревается и на этом все то есть в любом случае двигатель дешевый уже мененый будем менять его еще раз но на нормальный мотор кстати еще как вы интересно смотрите 1800 ватт мощность этого двигателя пылесос у нас этот рассчитан на максимальную мощность 1500 ватт вот принципе еще как один вариант поломки грубо говоря плата несовместима с самим двигателем вот теперь уже точно всем спасибо за просмотр и до новых встреч